Мне кажется, на Иссыкуле отдыхать можно в любое время года, что летом, что зимой. Здесь всегда хорошо. Вау, сейчас мы сядем в самый горячий бассейн. Вышли только с бассейна, покупались хорошенько. Сейчас вечер настал, будем шашлык жарить. Ну а сейчас мы проведем экскурсию по номеру, в котором мы жили. В Радуга Вест есть отличный оздоровительный комплекс, поэтому люди приезжают сюда и летом, и зимой. Ну а мы начнем с бассейна. Раздевалка здесь чистая, светлая и большая. Перед тем, как зайти в бассейн, нужно обязательно принять душ. Сам бассейн очень большой, примерно метров 15 в ширину, ну и метров 30 в длину. Сам бассейн очень большой и состоит из двух частей. Имеются спасательные круги, на случай, если вдруг кто-то начнет тонуть. Свои вещи вы спокойно можете оставить на шезлонгах, здесь их очень много. Минимальная глубина бассейна 1,45 м, а максимальная 1,75 м. Фишкой данного бассейна является то, что здесь применяется термально-минеральная вода, которая повышает иммунитет и благотворно влияет на организм человека. Вау, сейчас мы сядем в самый горячий бассейн. Температура в данном бассейне 40 градусов, а вот здесь 30 градусов. На территории бассейна разрешено купаться как в классических купальниках, так и в специальных мусульманских купальниках. Кроме посещения бассейна можно принять другие СПА-процедуры. Например, посетить гидромассажный кабинет. Или же посидеть в фитобочке, если вы не хотите посещать сауну или баню. Кстати, а вы когда-нибудь принимали душ-шарко? Ну а солевую комнату рекомендуется посещать при всех лорзаболеваниях, заболеваниях легких и при реабилитационном периоде после ковида. Здесь также имеется большой, светлый, просторный спортивный зал со множеством тренажеров. Вышли только с бассейна, покупались хорошенько. Сейчас вечер настал, будем шашлык жарить. Вот, закинули уголька древесного, там рожек стоит, сейчас будем жарить. Ну какой же отдых на природе без шашлыка. Так, ну вот разожгли мы сейчас. Шишки наши горят. Огонь. Вот он пришел, наш главный шеф-повар. Ну а пока готовится мясо, я расскажу немножко о маринаде. Берем репчатый лук, режем полукольцами, произвольно нарезаем пару зубчиков чеснока, не важно как. Добавляем помидоры, режем на мелкие кусочки. Добавляем соль, паприку сладкую. Можно добавить перец горошек, черный перец. Затем все смешиваем. Нужно, чтобы маринад пустил сок. Оставляем все на 6 часов, после чего можно жарить шашлык. Так, сегодня у нас продолжение шашлыка. Сегодня у нас кроме шишек еще и хворост. Но сегодня мы будем жарить куриные крылышки. Кстати, крылышки мы мариновали точно так же, как и баранин. Получилось очень вкусно. А какой маринад вы используете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а сейчас мы проведем экскурсию по номеру, в котором мы жили. Мы проживали вот в таком двухэтажном корпусе на первом этаже. А вот в этом номере мы жили. Сейчас я сделаю небольшой обзор. Как заходишь, сразу есть небольшая верандочка, на которой можно хранить мангал, самокаты, уголь. Что мы и делали. Есть небольшой столик. Как заходишь, сразу попадаешь в гостиную, кухню и коридор три в одном. Кроме того, здесь есть еще две спальни. Первая комната с двумя раздельными кроватями. Комната уютная, светлая. И что мне здесь понравилось, так это то, что здесь везде есть розетки. Во второй спальне находится одна общая большая кровать. Эта комната чуть побольше и также оборудована всем необходимым. В этом номере вы точно не замерзнете. Абсолютно в каждой комнате есть теплые полы. Причем в каждой комнате вы можете выставлять разную температуру. В спальне с общей кроватью могут спать родители, а в соседней комнате могут спать дети. Кухня оборудована всем необходимым. Здесь есть микроволновая печь, электрочайник и электрическая плитка. Ванная комната тоже большая. Что мне понравилось, так это то, что здесь установлена полноценная ванна, а не просто душ. Кроме того, здесь есть спутниковое телевидение и интернет. Горячая вода тоже всегда есть. Посмотрите на этот бойлер. Он где-то литров на 100. Стиральная машинка тоже приятный бонус. А вот и сам Иссыкуль. То, ради чего все сюда и едут. Вот, приехали мы на Иссыкуль. Сегодня 28 марта. Погода просто замечательная. Людей еще никого нету на Иссыкуле. Так что вода прозрачная. Мне кажется, на Иссыкуле отдыхать можно в любое время года. Что летом, что зимой. Здесь всегда хорошо. Вообще, Иссыкуль это то место, где человек восполняет утраченную энергию. Не обязательно купаться в озере. Можно просто походить по песку, подышать свежим воздухом, отключить телефон и забыть о городской суете. Что мы и сделали. Кстати, если вы не смотрели первую часть об отдыхе здесь в летнее время, то настоятельно рекомендую посмотреть. Ссылку я оставлю ниже в описании. Вы получите информацию о питании в отеле, о пляже и о самой территории. Если вам интересно узнать про цены на проживание в пансионате, то вы можете связаться напрямую через официальный сайт по ссылке, которую я также приложу в описании. Кроме того, много частных коттеджей сдают сами владельцы. Напишите Raduga West в поиске в Instagram и вы увидите их аккаунты. Частники сдают как малые, так и большие коттеджи. Если вы едете на машине, то в каждом коттедже имеется место для одной или двух машин. Кроме того, на территории имеется дополнительная охраняемая стоянка. Если у вас остались вопросы, то напишите в комментариях. А если видео оказалось полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.